В шаговой доступности от нашего отеля располагался спа-комплекс с термальными источниками Акбермет. По своим физико-химическим показателям вода характеризуется как хлоридно-натриевая высокоминерализованная. В комплексе можно приобрести оздоровительные пакеты, прикрепляя прайс с актуальными ценами. В административном здании есть комната отдыха, душевые, раздевалки, работает массажный кабинет. На территории имеется 7 бассейнов с минеральной водой, градус воды от плюс 37 до 44. Также работает парилка и бассейн с озерной водой. Поскольку спа-комплекс был близко к нашему пансионату, мы ходили туда каждый день. В первый день наши девочки ходили на лечебные процедуры с рыбками. Посмотрите на их эмоции. О, она демо уже медитирует. Молодец. Да, вот ножками не шевелись, чтобы они не отплывали отсюда. Ай-яй-яй-яй, не кусай! Не кусай! Не кусай! Не кусай! Мне очень понравилось в этом спа-комплексе. Если я когда-нибудь вновь окажусь на Иссыкуле, я пойду туда еще раз. Ставлю 10 из 10. Вечерами на озере в июне было очень прохладно, поэтому отдохнуть в теплых бассейнах было самое то. Следующий день на Иссыкуле мы решили посвятить прогулкам и походу по музеям. Видите этот большой участок, который покрыт камнями разной формы и размеров? Это музей Петроглифа под открытым небом на окраине Чолпанаты. Эту территорию также называют каменным садом. В музее Петроглифов можно увидеть сцены охоты, сражения с животными, а также символические линии и геометрические фигуры. Наряду с наскальными рисунками в музее хранятся надгробные камни и балбалы. Также на территории музея вы можете приобрести сувениры. Мы, например, взяли себе вот такой маленький камушек с высеченными петроглифами. Вот пока мы в музее находимся, хотела рассказать вам интересный случай, который с утра сегодня с нами приключился. Я утром собиралась, мы уже собирались выходить, и я такая говорю, а где моя сумка? А оказывается, вчера, когда мы на источники ходили, я все свои вещи взяла, которые одевала, а сумку свою вместе с деньгами и с документами, оказывается, в шкафчике оставила. И Саулешка побежала с утра на эти источники, попросила мой ключик. Там был браслетик, браслетик магнитный, 75-й номер, как сейчас вспомню, и она пошла, и там висело мое полотенце и моя сумка. Принесла, все проверили, и документы, и деньги тоже были на месте. И теперь, дедушка, еще и потом, что с нами случилось? Второй раз. А второй раз вообще ужас. Второй раз еще хуже. И мы уже выехали, мы сегодня вот в этот, с утра приехали, у нас сегодня день музея. До сих пор голос дрожит. Спасибо. Да, вот. Братьям, пергизам. Теперь Саулешка на скамейке оставила свою сумку, полную там наши деньги, телефоны, все паспорта. И на скамейке в отеле оставили эту сумку, оказывается, уже в музей, когда приехали, обнаружили, что сумки нету. Вспоминали, вспоминали, где она. Она оказалась в отеле на скамейке, где люди ходят, уже заселились там, да? Чисто сердечное спасибо. Да, вот два случая с утра. И моя сумка вернулась. Приятно здесь находиться сразу же. Да, уже, ну вот по таким мелочам уже имидж страны, он, халпасады, как это сказать на русском языке? Поднимается. Да, поднимается имидж страны. В общем, обе сумки мы вернули целыми, с документами и с деньгами. Так что можно, да, можно насчет этого плюсик, большой плюсик поставить. Ну, не забывайте ничего. Следите за своими личными вещами. Да, лучше всего не забывать, не быть таким. Вот сейчас мы приехали в... Как там было написано, пап? Ты не помнишь? Визитная карточка, визитная карточка Кыргызстана, Рухордо, музей под открытым небом. Смотрите, здесь вот у входа продаются, здесь сувениры продаются, вот такие лавочки с асыками, альчики. Мы идем покупать билеты. Дедушка пришел на экскурсию в Рухордо. Это будет Иссо, в нем. Чудайше с той стороны представлена православная. Рухордо – это единственный в своем роде музей под открытым небом на побережье озера Иссыколь в городе Чулпанатан. Комплекс включает в себя 10 мини-музеев, в том числе дом-музея Чингиза Итматова, зал кыргызского искусства и культуры, картину и фотогалереи, сокровищницу знаний и пять часовен, каждая из которых представляет одну из мировых конфессий, а именно ислам, католицизм, православие, буддизм и иудаизм, как символ того, что Бог един для всех. По всему периметру комплекса расположены статуи различных деятелей, как кыргызской, так и мировой истории, мифологии, науки и искусства. Рухордо – это место маст-си, обязательно к просмотру на Иссыкуле. Рухордо – это место маст-си, обязательно к просмотру на Иссыкуле. Посмотрите, это специально для гостей в выцветной астермерии, какая красота, в такой ватечке с водой. Посмотрите, какие красивые колечки мне купили мои племянницы в Рухордо, это сокол Сапсан. Маля, как там? Кордак? Наверное, вкусные, очень вкусные, очень красивые, очень красивые. Ну как тебе, Адема? Вкусно! Ой, красота какая! Вот так насыщенно прошел наш последний день на Иссыкуле. В следующем выпуске я подытожу всю поездку и поделюсь пятью лайфхаками для путешествующих в Кыргызстан. А это наш счет на 8 человек в ресторане барашек.